Валерий Седов Субборка тротуаров этой зимой, скажем честно, мы не справились. Ледяные дожди оказались для нас в новинку. Поэтому подготовку к следующей начнем уже в мае. Упор сделаем на закупку специализированной техники. Об этом сегодня на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Природные катаклизмы и реакция на них властей стали темой номер один. Половодье в Рязани уже не за горами, несколько рек уже вышли из берегов. В Ряжском, Пронском, Сапожковском и Спасском районах потоплены жилые дома. Один из низких мостов уже под водой. Сегодня важно все такие случаи держать на контроле. С этого начал заседание правительства Павел Малков. Погода нам помогать не будет, уточнил он прогноз синоптиков. На следующей неделе сплошь плюсовые значения. Алгоритмы действия у нас отработаны. КЧС проведены. Обязательно должно быть налажено жизнеобеспечение всех населенных пунктов. Это вот первая речь идет. Мы говорим о тех селах, которые окажутся полностью отрезаны водой. Такие территории у нас есть, все их знаем. Надо минимизировать неудобства для жителей, обеспечить продуктами, медициной, связью. Я прошу глава администрации муниципалитетов круглосуточно отслеживать обстановку лично. Готовь сани летом. Этот девиз сейчас станет основным. И к следующей зиме начнем готовиться уже в конце весны, заявил Павел Малков. И вроде бы движение вперед есть. В этом году закупили много снегоуборочной техники. В первые применили современные реагенты, открыли новые полигоны для снега. Но погода подкинула несколько новых задач, на которые, в общем-то, мало кто рассчитывал. Надо честно сказать, что из-за ледяных дождей с уборкой тротуаров мы не справились. В таких масштабах для нас это явление новое. Фактически вторую зиму такое происходит. Поэтому к следующей зиме нужна специальная компактная техника для механизированной уборки тротуаров и специальный гранулированный реагент. Ремонт легкоатлетического манежа «Юность» стали проводить после личного указания губернатора. Нашли деньги в резервном фонде. Но сейчас там, по словам местных жителей, все работы встали. Возникли вопросы. Когда вскрыли дорожки легкоатлетические покрытия, увидели, что бетонный пол практически рассыпался. И если это не забетонировать и не заармировать, то новое покрытие недолго продержится. Спасибо, Павел Викторович, что поддержали еще раз и приняли решение о выделении дополнительных средств. Сегодня выходят документы из экспертизы. С подрядчиком мы решили все вопросы. Он возобновил работы. В настоящее время армирование оснований началось. Дальше бетонирование. Срок был... Потом укладываем покрытие. Оно закуплено. Срок был апрель. Его необходимо продлить. Но зато это будет гарант качества работы и долговечности покрытия. Продление сроков окончания ремонта юности до июня. Задержка серьезная, заявил Павел Малков. Но качество ремонта здесь все-таки в приоритете. Поэтому спортсменам придется еще немного потерпеть. Тот самый ледяной дождь и порывистый ветер стали причиной аварии на нескольких участках контактной сети. Об этом тоже говорили на правительстве. Но чуть ранее глава администрации Рязани Елена Сорокина подняла эту тему на отдельном совещании. По прикидкам, на замену контактной сети троллейбусов необходимо порядка 800 миллионов рублей. В минувшее воскресенье в Рязани произошел серьезный порыв сразу на двух участках троллейбусной контактной сети. Причина – сильный ветер и налипание мокрого снега. Две ремонтные бригады на Первомайском проспекте и улица Юбилейная работали всю ночь и к утру аварию устранили. Но подобная ситуация может повториться. Об этом говорили на оперативном совещании в городской администрации. Например, на Московском шоссе сеть используют аж с 1980 года. Она предельно изношена. Несущие тросы не выдерживают. Явно нужна масштабная замена. Давайте обсуждать, показывать приоритетные участки. Вот то, без чего мы не сможем. Вот те участки, где мы понимаем, у нас ситуация может повториться. Вот их надо делать в первую очередь. Сегодня на правительстве эта тема тоже стала одной из основных. Мы с вами обсуждали, что у нас есть наиболее изношенные линии, которые нужно в первую очередь будет под замену пускать. Вот это они? Да, Павел Викторович, именно те участки, которые мы с вами обсуждали, первоочередные. Спасибо. Я, кстати, рад, что троллейбусы на автономном ходу уже показали свою эффективность. Помню, была дискуссия. Нужны, не нужны они в таком виде. Это хорошо. Приблизительная цена замены всей контактной сети города – 800 миллионов рублей. Но, по словам Артема Бранова, цитата, «в городском бюджете таких средств нет. Часть на условиях софинансирования может предоставить областной бюджет, но его возможности не безграничны». Министерство транспорта региона подготовило и направило заявку в федеральный центр. Решение проблемы рассчитывают значительно ускорить с помощью участия в федеральной программе. Март, продолжая февральскую тенденцию, сильно переменчив в погоде. Снегопады сменяются оттепелями, минусы ночью и сильные ветра днем. И все эти перемены отражаются на тех, кого принято называть метеозависимыми. Болезни такой врачи не признают, но свои рекомендации для чувствительных капризов весны людей все-таки дали. Метеозависимость или метеопатия – это восприимчивость организма человека к изменениям погодных условий, перепадам атмосферного давления и температуры воздуха, осадкам, смене уровня влажности или сухости климата, ветру, солнечному излучению, состоянию геомагнитного поля. Возникает оно из-за нарушений эндокринтной, кровеносной, сердечно-сосудистой и других систем организма, либо у пожилых и беременных. Симптом сопровождается ухудшением самочувствия, болями в голове, костях и суставах. И сейчас многие ощущают недомогание. Резкие колебания атмосферного давления и температуры, которые мы наблюдаем сейчас, могут способствовать ухудшению течения хронических заболеваний. В первую очередь это гипертоническая болезнь, смогут возникать гипертонические кризы. А повышенное давление – это один из главных факторов развития инсульта. Поэтому сейчас особенно важно быть внимательным к своему здоровью, ежедневно контролировать артериальное давление, регулярно принимать назначенные препараты и не отменять их самостоятельно. На случай резкого повышения давления в вашей аптечке необходимо иметь препараты скорой помощи, которые позволяют быстро нормализовать его. Если же самостоятельно вам не удалось снизить давление, то в таких случаях лучше обратиться в скорую медицинскую помощь. В зависимости от признаков и выраженности симптомов различают несколько видов и три стадии развития патологии. Легкая – протекает практически незаметно, выражается в легком недомогании и необъяснимой смене настроения. При средней отчетливо появляются признаки плохого самочувствия, повышение температуры и давления, учащение пульса, одышка. Есть и тяжелое. Выражается в ограничении многих функций организма. Сложно стоять, накатывает мигрень, обостряются хронические расстройства. Кстати, колебания температуры еще предстоят на ближайшие дни, говорят синоптики. На 15 марта переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер южный с переходом на северный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью по области минус 3 плюс 2, в Рязани 0 плюс 2. Днем по области 1 плюс 6, в Рязани 4 плюс 6. Что касается профилактики метеозависимости, говорить о ней не приходится. Достоверных научных данных относительно предупреждения чувствительности организма к изменениям погоды пока нет. Единственное, что точно не повредит, ежегодное обследование. Для диагностики и подбора лечения, если оно понадобится, стоит обратиться к терапевту. Дальше, в зависимости от характера недолго, врач привлечет узконаправленных специалистов – кардиолога, невролога и других. Обследования будут направлены на оценку состояния различных систем организма. Пациенту составят индивидуальные рекомендации, которые помогут достичь положительных сдвигов в его самочувствии. Кстати, известно, что многие великие исторические личности – Моцарт, Наполеон, Леонардо да Винчи, Байрон, Колумб – страдали метеозависимостью. А немецкий поэт, мыслитель и естествоиспытатель Гёте в одном из научных трудов отмечал, что при повышенном атмосферном давлении работать для него легче, чем при низком. Тюль, вуаль, органза, портьеры и многое другое. В Рязань приехала выставка ярмарковых тканей. Далее расскажем, где можно выбрать ткани на свой вкус. Видеть мужчину в магазине ткани немного непривычно. Валентина сюда направила отнюдь не жена, а решил сходить сам. Купил новые шторы. Говорит, пора вид обновлять. Да и здешнее качество ему нравится. Нормальный ассортимент. Приятно. И цена нормальная. Сходная. Пусть почаще приезжает. Выставка продажа ткани приехала в Рязань 14 марта. Ассортимент на любой вкус. Тюль, вуаль, органза, портьерная ткань и даже турецкая сетка. Цена, говорят продавцы, от 100 рублей за метр. Также в ассортименте есть постельное белье, подушки, одеяло, покрывало. Качество покупателей устраивает. Это замечательная выставка. Вот когда ее объявляют по телевизору, я все время сюда хожу. Внука накупила, сына накупила, себе накупила. Сейчас опять взяла и опять. Вот опять. Опять с подарком для себя. Очень хороший товар. Особенно простынный материал. Я обычно беру простынные. Во-первых, качество хорошее. Во-вторых, они прямо вот красиво смотрятся. Они красивые ткани. В ассортименте есть готовые кухонные шторы от 300 рублей. В продаже есть также шторы Blackout. Их основная особенность в том, что они не пропускают цвет. Ткани от турецкого производителя можно приобрести в выставочном центре АК. По адресу улица Есенина, 80 дробь 1. Режим работы с 9 утра до 18 часов вечера. Пенсионерам скидка 5%. Выставка продажа будет работать по 19 марта включительно. Они смогли и ты сможешь. Под таким девизом в Рязанской области стартовал первый образовательный марафон «Твой проектный старт». В библиотеку имени Горького на дебютную встречу со специалистами и экспертами пришли студенты вузов, колледжей, мечтающей запустить в жизни свой первый социальный проект. Образовательный марафон «Твой проектный старт» начинают вот таким мотивирующим роликом. Главная цель проекта – поддержка талантливой студенческой молодежи. А также вполне себе реальная помощь в воплощении самых грандиозных социальных проектов. Что и как делать, студентам рассказали эксперты Росмолодежи, специалисты молодежного проектного офиса. Мы знакомим ребят вообще с понятием социального проектирования, с возможностью грантовой поддержки. В России было две категории участников, те, кто уже знаком с инициативными проектами, кто либо участвовал в проектных конкурсах у себя в вузе, в колледже, либо подавался на грантовые конкурсы. И те, кто хотят заниматься, но пока ничего не знают, поэтому мы надеемся, что, во-первых, ребята получат знания о социальном проектировании, поймут, что проектирование – это не какая-то закрытая непонятная история, это то, что можно сделать, это то, что можно сделать вместе со своими друзьями, с одногруппниками, собрать команду достаточно просто, если этим загореться. Сегодня в области на гранты губернатора и Росмолодежи реализуют 27 молодежных проектов. Возрастной ценз довольно широк, воплотить в жизнь идею позволено юношам и девушкам от 18 до 35 лет. В прошлом году грантовый конкурс Росмолодежи впервые прошел в Рязанской области в вочном формате, площадкой проведения стал областной лагерь «Роса». В этом году здесь тоже будет многолюдно, и многие ребята уже знают, с чем туда поедут. В голове я у себя держу несколько целых проектов, хватало бы времени, как говорится. Это дискуссионный клуб, который помог бы выявлять некоторые проблемы, возможно, также рекламировать некоторые проекты. Это поддержка, как мне сегодня еще сказали, что существует такое сообщество в Рязани, о создании какого-то сообщества по поддержке деревянного зодчества, его впоследствии реализации, то, что возможно выделение гранта. Социальный театр, узная за 60 секунд киберспортивной истории, диапазон молодежных проектов тематически не ограничен. За последние несколько лет до логического завершения довели более 200 проектов, которыми сегодня по праву можно гордиться. Таких же результатов ждут и от нового марафона, но теперь упор сделают на качество заявок. Материал подготовлен студией Марс ТВ специально для телекомпании «Город». Икра и рыба камчатская снова в Рязани. Полюбившаяся всем рязанцам продукция за свежесть, качество и превосходный вкус регулярно в нашем городе. И вот у рязанцев снова есть возможность приобрести деликатесы. Очередь к прилавку у торговых рядов скопилась с самого утра. Постоянные покупатели уже знают, что на выставке продажи продукция только свежая, а самое главное – экологически чистая. Рыбку с берегов Камчатки всегда с большим удовольствием ждут рязанцы и гости нашего города. Здесь кита, зубатка, палтус, слабосоленое и холодного копчения. Ну и, конечно, царица морей – чавыча. Также в ассортименте ярмарки печень трески. И камчатский деликатес – икра горбуши и чавычи. Красная, да еще на бутербродном сливочном масле. Деликатес, который обладает полезными свойствами. А еще один из самых ценных продуктов питания. Ведь белки, содержащиеся в икре, придают энергии и силы, а также активизируют обмен веществ, говорят специалисты. Известный факт, что красная икра является источником легкоусвояемых белков, богатой йодом, кальцием, фосфором, железом, витаминами А, Д, Е, В, фолиевой кислотой, содержит полиненасыщенные жирные кислоты. Икра чавыча очень вкусная, замечательная, с маслистом, с хлебочком, прям великолепная. Они в тот раз приезжали, мне понравилось, я хочу еще взять. Как говорят сами рязанцы, эта выставка привлекательна потому, что любую рыбку или икру можно попробовать. Оценить вкус и качество самостоятельно. На прилавках представлено несколько десятков видов рыбы, так что выбор придется по вкусу самым изысканным гурманам. Полакомиться и приобрести вкусные, свежие и полезные деликатесы можно в выставочном центре АК по адресу улица Радищева 1-80. Выставка-ярмарк работает с 14 по 19 марта ежедневно. С 9 до 18.00. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Лечение варикоза вен лазером на современном оборудовании. Лазерная операция не требует госпитализации. Отличается быстрым восстановлением и хорошим косметическим эффектом. Все процедуры выполняются опытным флебологом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин